всем добрый день мы на даче приехали проведать дачу сегодня 29 января 2023 год в этом году мы еще не были были наверное где-то в конце декабря и все выпали мы с мужем из жизни можно сказать на хороших 20 дней переболели то ли гриппом то ли вирусом но так долго не ведь примерно где-то дней 20 хороших проболели но ничего все слава богу уже на ногах сегодня минус 1 и посмотрите какое небо шикарное красивое небо солнышко светит вот решили проехаться травка травка зеленеет травка зеленеет солнышко блестит но правда это сейчас минус один потом на пару дней может на дня 4 плюс потом опять минус но нам не нужно чтобы было тепло уже понимаете что сильно хорошие как сильно большая плюсовая температура провоцирует наши деревья на развитие почек раньше чем нужно деревья не должны развиваться поэтому очень хорошо что у нас еще будет минус нам хорошо и я думаю для природы тоже будет хорошо моя юка я уже вам показывала не укрывала не связывала все хорошо с ней да и первое то что я хотела вам сказать как-то комментарии мне написали видео не на зачем вы обрезаете деревья смотрите наверное люди увидели вот эти такие не отрезанные ветки и подумали что мы неправильно обрезку делаем дорогие друзья это специально мы такое оставляем то есть мы обрезку делали в ноябре но чтобы дерево не страдала перед зимой оставляем вот такой кусочек ветки примерно 10 15 можно даже 20 сантиметров оставить и тогда с деревом ничего не произойдет с вашим но зато весной вам не нужно будет думать где и как обрезку делать вот смотрите мы обрезку сделали а теперь только осталось убрать вот эту лишнюю недорезанную веточку и все будет хорошо то же самое вот яблонька здесь смотрите тоже как-то хочу показать вот тоже самое весной нужно либо краской красить осенью чтобы понимать что обрезать весной очень весной можно сказать нет непонятно какую ветку вы хотите обрезать вам не будет видно где сухая где порченая где больная вот таким образом смотрите и дерево не страдает и нам хорошо вот такие эти сучки мы все это будем обрезать потом что здесь здесь нету а вот сливу покажу слива тоже вот так смотрите вот так сливу оставили видите ветка целая ветка отрезалась здесь много много поставляли вернее много по убирали вот убрали и вот там тоже убрали то есть это не неправильная обрезка это для того чтобы дерево на зиму уходила ну как бы не так страдала от основного от основного ствола вот здесь вот так видно да мы обрезку не сделали сделали здесь это здесь сантиметров два здесь мы оставили сантиметров 20 а потом феврале пожалуйста обрезайте дерево все будет все будет с деревом хорошо по моему я я наверное объяснила да может быть другая причина была у нас еще вот это дерево и не знаю с какой стати нам такое комментарий написали что зачем вы обрезку делаете деревьям может имели ввиду это даны что вот это даны что давайте отойду чтобы дом не был соседский виден вот так вот это даны что у нас она видите как пальма она у нас попала вот пустое место я вам показываю где пустое место это здесь стоял дом дом был очень высокий трехэтажный он сгорел и конечно же наше дерево попала под пожар можно сказать она совсем обгорела и мы его как могли порезали но слава богу я вам каждый год показываю дерево плодоносит да вот так обрезали потому что она соль сильно старая но и плюс она очень хорошо обгорела но дерево живое может это имели ввиду не знаю с какой целью написали что зачем вы обрезаете деревья деревья обрезать не нужно ну вот я вам показала если эти вы увидите в моих видео вот эти такие сучки это не сучок он обрежется весной вернее феврале посмотрите как зимует арабис зелененький хороший коврик а это такой несчастный упал это пенесет он весь распластался это пенесет он снять если бы я его связала то было бы все нормально но зачем я его обрежу сегодня нет сегодня ничего мы сегодня пришли просто проведать нашу дачу и посмотреть что где как вот я вам показываю 50 в таком состоянии арабис вот какой красавчик правда мои хризантем ки покружимся покружимся вот такие сухарики стоят а пойдемте посмотрим как они перезимовали вот я вам покажу сейчас смотрите вот если заглянуть сюда вот видите там зелененькая вот это вот идут уже побеги хризантемы вот так зимует шиловидный флокс без укрытия конечно же это моя лаванда стоит зелененькая не на зима у нас конечно же была теплая так что у нас еще пойдемте покажу сейчас как там чесночок лучок давайте пройдемся так это моя полька вот так мы ее закутали хотя вам скажу что она выдержала бы но опять же бережу ногу бережу так пойдемте дальше что у нас с почками почки вроде бы непонятно еще не надуваются но и хорошо не нужно пусть себе спят еще рано очень рано еще даже не февраль а только конец января у клубника вот так клубничка так а здесь у меня вот под листьями чеснок и он конечно немножечко по вытыки вался смотрите если вам видно до сантиметра два и там дальше вот так зелененькая чуть-чуть я вижу здесь руки мерзнут вот минус один я без перчаток и так ручки примерзают пальчики здесь тоже но чеснок не боится здесь лучок на перо тоже нормально вот здесь тоже по моему на перо посадила рядочек тоже на перо вышел уже ничего на перо это не страшно это наша роза дороти вот с этой арочки и смотрите как перезимовал хорошо зимует хорошо просто противитная вот подошла ближе нормально не упала а это вот пожалуйста это пенисетом валяется такой а срезала я свой мискантус он тоже мы как-то приехали когда был снег еще до нового года и он вы знаете снег его повалил и он рассыпался такой разложился можно сказать я и уже обрезала сразу некрасиво опроса противидная стоит я думаю вам видно вот так вот она но может небольшой куст но устойчивая то есть ему не страшен был снежок даже даже колосочки остались вот они мискантус нужно связывать я не связала но и пенисетом тоже связать нужно это вот такая куртиночка кочка куртиночка здесь сока бронзовая такой вид имеет сильно разложился кустик овсяницы сизой или голубой тоже но это она от снега она конечно придет себя и я вам скажу овсяницу нужно все равно стричь ее можно было постричь весной о вернее осенью а потом весной все равно нужно будет обрезать а соку я уже как-то проговаривала ее лучше не резать она у меня очень долго долго очень реанимировалась то есть она долго сидела не отрастала вот там смотрите я овсяницу постригла на зиму видите какие ежики можно на зиму стричь ну какие я не успела весной постригу она легко стрижется просто ножницами не секатором не садовыми а просто обычными ножницами покажу вам бутончики бутончики у морозника вот они красавушки поближе покажу листик хочу убрать вот они нужно будет приехать уже по весне может феврале и обрезать вот эти все старые листья обрезаются потом эти стрелочки пойдут и он будет свести то здесь еще вот лаванда видите на горке как бы на клумбе на моей клумбе все стоит зеленое вот это зеленый такой шарик видите зеленый такой вот это армерия потом вот зеленая это лишний смолка это бересклет бересклет зелененькие листики вот-вот-вот крутиночка 1 вон 2 это камнеломка 1 2 и там где там 3 маленький кусочек такой маленькая деленочка каменная роза посмотрите вот каменная роза 1 здесь другая видите вся каменная роза зимует хорошо молодила еще говорят вернее как правильно молодила каменная роза тоже правильно потом вот очи так видно и видите внизу уже пошли отросточки это бересклет кустовой кустиком будет расти в общем сложности с цветочками примула и овсяница голубая тоже имеет вид то есть вот так смотрится горка клумба я уже не знаю как ее называть но какая разница здесь камнеломка тоже хороша это теневая камнеломка что здесь давайте так пройдемся бересклет я там уже показала здесь показываю бересклет хорош собой это самшит там лаванда здесь у меня горшочки зимовал бересклет кустовой это мой кустик всегда я его нахваливаю гейхера такой вид имеют зимой на перстянка кажется что все повяло пропало нет про неправда смотрите какая серединка у нее видите все будет хорошо эти листики потом конечно же будут увядать пропадать коричневая становиться некрасивая но это все можно почистить будет весной и все будет хорошо у вас сама на перстянка будет вас радовать в июне месяце вот так выглядит гейхера лаймовая так правильно лаймовая гейхера вот так выглядит потом ну здесь вот осока бронзовая такой вид имеет и пойдемте на ту клумбу весеннюю клумбу как она выглядит сейчас посмотрим ничего нету смотрите подснежники пошли все примула но она оставалась зима зеленая примула зеленая уходила в зиму а так гиацинтов не вижу нарциссов не вижу гиацинты на то что что раньше всего у меня пролески это подснежники да это первые цветы а потом идут гиацинты гиацинтов еще нет и это очень хорошо я пока не наблюдаю гиацинтов потом очень есть ранее здесь у меня вот здесь где-то очень ранее а вот они наверное ранее нарциссики смотрите какой совсем чуть-чуть ну и все то есть ничего не происходит все хорошо пока все идет вовремя я думаю что все будет вовремя все засветет вовремя еще спрашивали такой интересный был иногда пишут мне интересные комментарии нина а вы тоже не любите русских а мне хочется вас спросить а вы украинцев любите обращаюсь к русским а вы украинцев любите вот мой ответ мы на платформу пришли ждем электричку солнышко садится красиво как